Доброе утро! Меня зовут Роман Гершони. Сейчас я приготовлю омлет, французский омлет. Не такой омлет, как мне готовили в детском саду, когда это было что-то из порошка, запеченное, с какими-то там внутри, непонятно чем. А это будет омлет. Омлет! Сначала я пожарю немножко лука. Омлет можно нафаршировать чем угодно. Лук, грибы, зелень, мясо, все, что вам нравится. Сейчас нужно быстро-быстро варить льду. Когда-то я работал в отеле, даже в практику проходил в отеле. У меня была такая тележка, на которой было две горелки и места для начинок всяких разных полочек. Я выезжал с этой тележкой на завтрак в отеле. Мне подходили уважаемые дамы и господа и заказывали омлет, глазуни. Перевернутую глазуни, которая называется upside down и обычную глазуни, которая называется sunny side down. Это жареный лук. Пока что я вложу его в сторону. Три яйца. Немножко молока. Чуть-чуть вверх. Знаете, тарелка готовится очень быстро. Это нормально. Сначала я приготовлю тарелку для него. Несколько листочков салата. Круква. Есть только нолик помидора. Еще я тебе вспрыгнул ботамическим уксусом. Сверху. Это такой смешный уксус, который как духи. Спрей. Теперь. Важно. Не чистую сковороду. Между омлетом и омлетом мы протираем ее в гостиницах. Протираем сковороду салфеткой. Средний огонь. Сковорода должна быть горячей. Горячее. Взбитое яйцо. И понадобится два вот таких инструмента. Лопаточка. И ложечка. Сливочного масла жалеть не приходится. Папа растаяла. Вливаем лицо. Теперь для придачи объема омлету я немножко наклоняю сковороду от себя и вот в этой ее дальней части, ну не знаю как это называется, в общем шурудю. По помощи этого шурудения я придаю омлету здесь объем в этой части. Когда я его сложу, а это будет именно сложный омлет, полумесяц такой. Главное, важная очень задача человеку отрубил омлет, его не сделать слишком румяным. Главное, это должен быть нежным, объемным. Лук. Вот сейчас на этом месте лука, на месте лука может быть любая начинка, любая. Грибы жареные. Сыр чертый. Все что угодно. Теперь омлет. Закрываем. Теперь можно попытаться его перевернуть. Пойдем в очередной минуту. Овлет, овощи, немножко зернистого творога. В Израиле и во всем мире, по-моему, этот творог называется cottage cheese. В России это просто зернистый творог. И вот это вот завтрак, который вы можете заказать в любом ресторане, пляжном, в городе, там где подают завтраки. Омлет с луком, например, маленький салат и cottage. Видите, он такой непережаренный. Есть такие люди, которые любят омлет прямо, знаете, чтобы внутри такой лежит. Вот так вот. Я сам себе завидую сейчас. Вкусно! Вот это горячая, холодная, солененькая, творожненькая, зеленая рукола, которая горчит. Сладкие лужи они. Кремовое состояние вот этого яйца. Так вот, найдем. Рай. Это рай. Никому не дам.